Институт Общественных наук и международных отношений Севастопольского госуниверситета Это достаточно молодой институт В нашем университете, ему 5 лет Однако кафедры, которые В составе института функционируют Насчитывают более длительную историю Некоторые по нескольку десятков лет Институт Один из самых крупных в СевГУ Это 1600 студентов 200 преподавателей Это 11 кафедр Академических, 3 базовых кафедры И 4 научно-исследовательских подразделения В том числе и созданных По выигранным Нам Мегагранту Институт Имеет Большие объемы научно-исследовательской деятельности На конкурентной основе Нам удалось привлечь только в этом году Более 40 миллионов рублей на наши научные исследования Институт проводит Серьезную Экспедиционную деятельность Участвует во всех программах стратегических нашего университета Динамично развивается Ну что ж, расскажите нам, пожалуйста Кого вы готовите? Какие у вас есть направления подготовки? На трех кафедрах Языковых, так называемых Мы готовим Филологов и лингвистов Причем уровень подготовки от Багалавра И Магистратура у нас представлена Большое количество бюджетных мест И Севастополю известно качество Нашей Языковой подготовки Очень высокий балл ЕГЭ На поступление На эти специальности И очень серьезное качество Обучения Ребята к концу четвертого курса Свободно владеют двумя языками Вот И востребованы на рынке труда А какие это языки? Давайте уточним Палитра языковая В институте широкая Более 14 языков Включая два древних языка Латинский и древнегреческий А так это Основные европейские языки Французский, английский Немецкий, испанский, итальянский И восточные языки Это арабский И сейчас с этого года у нас китайский и ифонский Языки можно Как встроены в основные образовательные программы Благодаря индивидуальным траекториям обучения Студент выбирает У нас основной английский Но второй дополнительный, третий дополнительный Он может сам выбрать А так же курсы Редкие языки На курсах дополнительных он может получить Древние языки включены практически во все образовательные программы Следующее направление Такое крупненное направление у нас Это история Здесь на кафедре У нас две кафедры истории История России И всемирная история Мировая культура Значит, здесь У нас бакалавриат Исторический И Магистратура Магистратура С интересным профилем Военная история Для нашего города Это очень актуально И мы рассчитываем В том числе, что Не только наши студенты Бакалавриат Но и Кому интересна эта тема Придет к нам на магистратуру С этого года мы ее запустили Она уникальная в стране Кроме этого, на этой кафедре истории У нас реализуется магистратура по археологии Мы первые в стране прошли по новому образовательному стандарту Лицензирование, аккредитацию по вот этой специальности И поэтому приглашаем на магистратуру по археологии С этого года мы открываем и аспирантуру по истории У нас новая будет По политологии у нас бакалавриат И магистратура и аспирантура По этим направлениям функционируют Очень интересный профиль По бакалавриату по политологии Это публичная политика Особенно важно для нашего города Это направление И здесь очень серьезная работа кафедры По выстраиванию отношений с городскими органами власти С публичными политическими организациями Общественными организациями Кафедра востоковедения и африканистики Стратегическая кафедра нашего института Мы понимаем, что разворот страны в этом направлении происходит Это очень важно Реализует с этого года бакалавриат по востоковедению и африканистике И ряд магистрских программ Связанных с африканистикой С востоковедением С зарубежным регионоведением И с международными отношениями На кафедре социальной коммуникации И, вернее, социальной науки И массовой коммуникации Реализуются программы бакалавриата По социологии, по журналистике И ряд магистрских программ Связанных с общественными науками Это и связи с общественностью Это пиар Это реклама На кафедре теологии У нас программа Теология магистрская Логично Логично Магистрская программа теология Задумываемся о регионоведении Но пока это всё в планах Но приглашаем на это И базовая кафедра С музеем Херсонесом С музеем-заповедником Херсонес Реализует программу По музейному делу Ну, так вот вкратце, наверное Ничего не забыл А получается, вы сотрудничаете с Херсонесом И как-то потом для них готовите кадры? Да, безусловно Мы не только с Херсонесом сотрудничаем Если вы про целевую подготовку Мы сотрудничаем как с Херсонесом Так практически со всеми музеями Города Севастополя И музей героической обороны У нас с ними Договор о целевой подготовке специалистов Для этого музея Получается, туда направляются ребята По музейному делу По истории А вот другие кафедры С кем они сотрудничают? Может быть, где-то ребята проходят практику постоянно? Лингвистические кафедры Это все бюро перевода Это все школы Средства массовой информации И так далее Даже силовые структуры Политологи Это ЗАГС Собрание Это аппарат правительства Это наши партии Общественные организации Все они туда Ну и то же самое Департаменты общественного порядка И так далее Международники Зарубежные Востоковеды Здесь в основном Взаимосвязь идет с Академическими институтами в Москве И мы Так как это программа магистратуры Они у нас Такого Как бы стандарта Научно-исследовательского В основном Ребята идут туда Они там же стажируются И Имеют возможность потом Продолжить обучение В аспирантурах этих институтов И сделать научные карьеры Ну вот Ваш институт В его названии Есть слова Международные отношения Вот в этом плане Сотрудничаете ли вы Может быть С какими-то учебными заведениями За пределами нашего государства В институте Реализуется комплекс Экспедиции В Восточном Средиземноморье Они археологические Но со временем Мы выводим Ну уже мы 5 лет Это делаем Мы выводим их В рьяновеческие экспедиции И безусловно Мы сотрудничаем С теми странами Присутствия Где находимся У нас уже 5 лет Проводится экспедиция В Сирии В провинции Тартус Подводно-археологическая экспедиция В акватории Острова Арват И мы сотрудничаем Безусловно С университетами Сирии В этом направлении И с департаментом Охраны Древности И музеев Арабской республики Сирия Сейчас мы находимся На стадии Заключения соглашения О предоставлении нам Концессии На проведение Подводно-археологических работ В Египте На Красном море А также Провели ряд Таких мероприятий Которые приведут нас К проведению Археологической экспедиции В республике Судан Но пока в этом году Наверное рано Говорить об этом В связи с политической обстановкой Внутрополитической ситуации В этой республике Но тем не менее В заливе Акик Мы собираемся проводить Археологические работы И предварительные соглашения Об этом Достигнуты Кроме того В республике Абхазия У нас Постоянно действующая Экспедиция В заливе Гудауты Мы там тоже Проводим археологические исследования То есть у студентов Есть возможность Не только поучиться Но и попутешествовать Попутешествовать Они принимают участие В летних школах И постоянно Где мы не можем Обеспечить им Участие в наших мероприятиях Студентов в Сирию Не посылаем Но тем не менее Мы можем Не только в своих мероприятиях Приглашать студентов наших Но и Обеспечивать им Участие в наших Участие в мероприятиях наших стратегических партнёров. Недавно была летняя школа в Египте, и ребята смогли поучаствовать в раскопках в Долине Царей, поцифровизировать. Да, у нас очень хорошее оборудование. Царские гробницы в Гизе. То есть они как-то перевозили их в цифровой формат для музеев, для архивов? Для научно-исследовательских отчётов, для популяризации, это визуализация этих объектов в цифре. Всем этим ребятам занимаются. Благодаря программе развития, которая много лет у нас реализуется в университете, институт оснащён самой современной техникой проведения подобных работ, проведения учебных мероприятий. Я вот не сказал, правда, в самом начале у нас четыре самых современных лингвистических кабинета, включая и синхронный перевод. У нас полная линейка оборудования археологического, самого современного морского и сухопутного. Поэтому ребята имеют доступ к очень дорогому, но очень качественному оборудованию. Расскажите ещё, может быть, о каких-то интересных проектах, которые реализует Ваш институт. До этого Вы говорили, что выигрывали гранты, то есть Вы привлекаете эти вещи. Для чего, зачем, что реализуете? Гранты, ну как директор института, зачем мне это интересно? Да, гранты позволяют привлечь в институт топовых, серьёзных учёных. Соответственно, это скачкообразно сказывается на уровне образования. К примеру, по мегагранту мы сумели привлечь команду византиевистов мирового уровня, которую возглавляет академик Карпов, президент факультета МГУ. Он у нас возглавляет лабораторию комплексного изучения византийского наследия с упором на изучение корпуса литературных источников. И с ним пришла команда из МГУ молодых специалистов, которые свободно читают на древнегреческом, на латинском и так далее. Уникальные специалисты в нашей стране. Теперь наши студенты получили возможность через встраивание этих специалистов в учебный процесс обратиться к этим компетенциям. Серьезный у нас задел по политологическому направлению. И здесь в основном это, конечно, постконфликтное общество, пересборка государственности, восстановление государственности здесь и то, что происходит сейчас в южных районах этих вот и то, что происходит в наших северных районах. Там это все у нас очень тоже серьезная компетенция. И поддержка государства в грантах позволяет уже нашим специалистам прокачиваться компетенциям, расти компетентность на этом. Все это, безусловно, сказывается, что очень приятно мне, как директор института, на качестве подготовки наших студентов. Чем сильнее преподаватель в науке, тем сильнее он работает со студентами. Ну что ж, к учебе у вас подходит основательно. Расскажите, пожалуйста, тогда о внеучебной деятельности. Все-таки студенты иногда хотят отдохнуть и немножечко переключиться. У нас очень серьезное студенческое научное общество. Студенческое научное общество, которое интегрировано во все научные проекты института, а через институт в университет. Студенческое научное общество курируется каждой кафедрой, и при каждой кафедре оно функционирует. У нас есть отдельные клубы, которые составляют общее студенческое общество нашего института. У нас есть несколько спортивных команд, в том числе футбольная, по-своему гуманитария, у нас футбольная команда, волейбольная команда. У нас театр. У нас театр, и вот ребята на пятилетие поставили пьесу, автором которой стал один из наших преподавателей, Хапаев Вадим Вадимович, талантливый человек. И ребята снимали. Мы замахиваемся на постановке, сейчас работают ребята, на постановке на древних языках. Вергилий, возможно, будет, скоро мы ждем. Очень много волонтерства, очень много добровольчества. Все эти ребята занимаются в нашем институте. Ходят в экспедиции, снимают фильмы, живут полноценной, хорошей жизнью. Разбиваются по всем аспектам. Хорошие студенты, мы их очень любим и гордимся. Ну вот чтобы ваша дружная семья пополнялась такими же хорошими абитуриентами, расскажите, какие ребята вам нужны, каких вы ждете? Ну мы не загадываем. Не загадываем, мы ждем всех, наверное, у нас. Вообще на самом деле нет в институте проблем с набором. У нас востребованные специальности, и не только севастопольцы. У нас 30% все-таки ребята с материками к нам приходят. Ну, наверное, это уже какой-то показатель качества образования. Ждем прежде всего мотивированных. Не надо талантливых, не надо там… Нет, мотивированные. Тот, кто хочет учиться, в институте созданы все возможности для получения хорошего, качественного образования. Была бы мотивация, а все остальное приложится. Спасибо, Дмитрий Борисович, что рассказали нам так подробно о вашем институте. Спасибо. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был директор Института общественных наук и международных отношений Севастопольского государственного университета Дмитрий Борисович Татарков. Спасибо за внимание и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин